нашли мы тут сквер какая посмотрите красота звездочки такие сначала думал зачем их сделали такими а потом сейчас поняла думаю как вас с этажа своего пятого четвертого смотришь вверх верни вниз сверху видишь эти звездочки прекрасный класс вообще у нас возле дома тоже такие есть я думал только у нас птички поют пенек пенек ты заметишь ребенок не заметишь пенек смотри какой пенек нет не увидел вот ли какой пенек большой пенек да диме уже сделали прививку манту ну дима конечно вырывался сильный все врачи говорят сильный ребенок сильный плакал до больно было но он делать то надо не сейчас так потом придется придется делать так и так придется да сделал так и так придется все делается легко сапы все и все красив как зелено здесь были мы последний раз зимой зимой постами разбыли красота елочка даже он там кстати у нас губерненский рынок его снимать кстати на камеру и фотографию вообще запрещают муж один раз снимал фотографировал даже через дорогу охранник вышел подбежал вы что делаете нельзя а муж говорит да я так стою тут вроде что то он вы не фотографировали можно нет 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 вроде такой ну а он тогда вам сфоткаю покажу губерненский рынок очень такой кстати он работает странно но он работает да отчуду кстати сфот красиво получается классно какой смотри с той стороны мы с вами не заметили памятник такой прям классный д кажется как будто он прям мягкий мягкий такой только у солдата что там это нога не очень как-то сделано нет жесткий жесткий да и нога у него не очень как-то непонятно сделано да там что-то висит не важно что там покосился поднялся сильный холодный ветер димочка захотел шапочку одеть да малыш шапочку одел шапочку дима одел потому что пушки скажи не залетел у меня там ничего дай прям ветер холодный такой вроде так-то на улице тепло а ветер холодный еще с утра мы шли нормально было сейчас прям весит блин ну как классно в парке а надо выходить почаще но блин нельзя а он идет женщина кстати собачкой я ее гладила эту собачку сейчас фокусирует красивая такая собака у них кстати было две что-то одна стала по отдельности что ли гуляет как раз собака гончая она худая всегда худая кстати мне сказали корми не корми но она худая естественно генетически ветер сильный я надеюсь что вам меня слыхать очень на это надеюсь да а ты что делаешь там кнопки отсоединяешь полиция ездит что-то говорит громкоговоритель тихо ты красиво какая красота смотрится классно вообще там одуванчики прям там классно так на улице надеюсь что следующим летом мы уже будем свободно гулять по городу без масок всяких немножко уже разложил короче пришли мы домой кошмар там такой сильный ветер начался я не знаю это просто ужас было так тяжело коляску вести он дует это блин это нечто думали все немножко походить чтоб ребенок походил я же ему пообещала вроде как ну очень сильно был ветер купила я творог вышло у меня на 290 рублей то есть два творожка и два молочка по литру сейчас мы будем все это раскладывать одно молоко у меня пойдет на мацони одно молочко я буду пить молоко прям обалденно вкусное очень вкусное мне прям очень понравилось на них я уже делала обзоры на творожок тоже положилась сюда потому что оно грязное сейчас я буду его переливать вот и потом заснимала прям запыхались дошли кошмар прям лучок у меня тут замораживать короче надо очень сильный ветер не знаю почему так как будто климат меняется кошмар просто так я тут собралась делать мацони решила вот сейчас я ой тут водичка у меня оказывается сейчас я буду молочко переливать в кастрюльку кстати кастрюлю на них делала обзор вот эта кастрюля ну видимо металл все таки вот потоньше чем у этой это вот прям дорогая 5000 было только за одну штуку а здесь за 3 5000 то есть в этой вот долго закипает а в этой быстро мне нравится в этой готовить все время торопишься 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 куда-то у нас с вами молочко такое вот молочко да иди не стучи мне тут вот мацони сейчас вот мы с вами переложим в контейнер одну ложечку она должна еще остыть немножко смотрите как он у меня получается это вот уже сделано из магазинного молока то есть первый раз я сделала из такого молока который сейчас вот потом я сделала из магазинного сейчас я решила из такого все таки вкуснее оно более такое вкусное чем магазинное оно тоже конечно магазинное но оно более это сейчас оно еще холодное но все равно смотрите первый раз я сделала оно было как Такой творог, творгообразный, комочками. Второй раз, вот смотрите, уже более такой. Возьму я, наверное, так же ложку. И отправим его сюда. Пускай оно греется у нас. Оно должно нагреться. Как раз на литр, там столовая ложечка получается. Погреется. И я сделала. Ну, у него есть отдельный рецепт, как я делала мацони. Поэтому посмотрите там лучше, чем я буду сейчас вам рассказывать. Че там, как, сколько, где, зачем, почему, откуда и так далее. Вот. Также мы, кстати, уже положили с Димочкой творожки себе. Вот такой вот у меня творожок. Диме столько же я буду еще разбавлять вот этим вот биолактом. Обычно я ему разбавляю, чтобы он не был творожок настолько сухим. Ягоды у меня, естественно, уже не остались. Уже нету ягод. Мы уже все съели. Осталась там вишенка немножко. Только еще я периодически так достаю. Буду сейчас следить. Сейчас мы еще хотим хлебушек делать. У нас хлеб уже кончился сегодня. Сейчас я буду взвешивать дрожжи. Все такое. Решила заснять вам все. Вот так у нас выглядят. Кстати, вот тут сульпанчики. Вот они. Это мой штатив. Сейчас мы будем с Димочкой делать хлебушек. Я уже поставила чашечку. Ее взвесила. Людей на улице прям вообще просто полно. Очень много на улице людей. А кто в маске? С детьми в основном без маски идут почему-то. Вот с детьми. Меня что больше всего поражает? Кто в маске? Кто без маски? Пожилые люди. Некоторые в маске тоже. Некоторые без маски, видимо. Не знаю, по фугу может быть. Мол, прожил свою жизнь. И ладно. Я с ребенком шила. А, блин, зачем я убрала-то? Меня вообще так странно смотрели. Так. Зря убрала. На улице на нас вообще так странно. Народ смотрел. Как будто мы галышом вышли на улицу. Ну, типа, ребенка вытащила там в карантин, вирус. Везет куда-то. Прям так это так. Таким грубым взглядом на нас смотрели вообще. Прям. Ну, с ребенком, кстати, в коляске с ребенком не было людей. Особо. Мелитии на улице тоже нету. Проезжали там где-то вдалеке. Что-то там они говорили. В этот громкоговоритель. Ну, я что-то не поняла, что там сказали. Но люди почему-то, кстати, все останавливались. И смотрели в ту сторону, где там что-то говорят. Останавливались и слушали. Как будто там какую-то ценную информацию скажут. Как какой-то апа... Апа... Ака... Господи. Апола... Аполякупсис. Ой, я не знаю. Я не могу что-то выговорить. Апокапсилис. О, апокапсилис. Нет. Блин, нет, что-то другое. Короче, поняли? Какое-то что-то такое подобное. Вот. И прям что-то вообще останавливались. Так смотрели в ту сторону, где там милиция едет. Милиция, полиция. Раньше милиция, да, называли? Сейчас полиция как-то так. Все туда. К западу. Из границы. Идут. Помоднее, получше. Все. Хочется всем. Так, ну все. Мы тут все взвесили. Пока опять начинает заканчиваться. Сейчас я буду теперь все это ставить. Дрожжи я сейчас буду замачивать. Вместе с сахарком. В горячей водичке. Обычно их вот так вот высыпляю. Вот. Заливаю 100 грамм водички. Вот так вот. И на горячую баню. Там как-то. Ну да, горячую водичку. Просто стаканчик вот так ставлю. И он стоит. Потом я сахар добавляю. Потом еще добавляю. Она постепенно так поднимается, поднимается, поднимается. И потом все. У меня прям в камере так куча всего. Цветочки, смотрите, красивые. Сирень уже все повялась. Сегодня третий день. Она уже все отцвела. Жалко, не успела на нее полюбоваться даже. Зато тюльпанчики есть. Так, сейчас будем с вами Диме замешивать. Вот так вот выливаем. И замешиваем вот так вот. Он становится более такой мягенький. Вкусненький. Вот и все. Смотрите. Классно получается. Такой он довольно соченький. Хорошенький. Сюда потом еще можно мед добавить. Ягодки всякие. И все. Вот. А себе не знаю. Может быть я, наверное, с мацони, может быть, сделаю. Скорее всего. Вот как-нибудь так. Вот так. Продолжение следует...